привет народ снова привет снова привет с вами снова канал училка физкультуры в эмиратах мы снова не в эмиратах мы снова в киеве и вот сейчас как раз мы с вами посмотрели в прошлом видео золотые ворота прекрасный киевский памятник большое видео посмотрите обязательно по союзке вверху и ставим с они мы обещали вам тайны киева показать несколько тайн киева про которую даже знают не все местные киевляне не все коренные киевляне поэтому от золотых ворот мы направляемся куда? На улице Рейтерская. На улице Рейтерская. Ну что ж. Я надеюсь. Да, мы надеемся, что этот памятник достопримечательности все еще есть. Вот золотые ворота, безумный ветер просто. Но классно. Да, но классная погода. Просто замечательная. Мы когда приехали в Киев, было все еще потно-жарко, а сейчас очень ляжи хорошо. Сейчас где-то 25, солнышко-ветер. Немножечко нам так прохладненько было на балконах золотых ворот. Обязательно, если будете в Киеве, посетите это место. Так, смотрите, нас пропускают вроде. Идемте. Тут щелкать зубами не нужно, нужно переходить сразу. Кстати, вот в любом месте центра Киева вышел, и уже у вас красивые, шикарные дома, достопримечательности. Я бы не сказала, что это красивый, шикарный дом. Это сольят архитектуру, простота, и мне не нравится. В общем, Наташе не нравится. Помните видео Оазис, когда мы едем в Азис, я говорю, палим-палим, а она такая, а мне не нравится. Мне не нравится. Не, ну подожди, объективно, мне не нравится этот стиль. Ну, вот этот соседствующий сайт. Ну, на фоне он как-то вообще не нравится. Хорошо, а вот на фоне вам нравится? А мне все в Киеве нравится. Посмотри, меандр, такие колонны, такие узоры на колоннах. Ну, ребят, сейчас даже увеличу. Посмотрите, пожалуйста, увеличу, увеличу. Еще больше, поднимите. Все в деталях, все в деталях. Ну, хорошо, продолжаем идти дальше. В принципе, это хорошо, что у нас с Наташей мнения расходятся, зато не скучно. Я просто говорю, что все дома в центре, они необычные, они разные. А вот вообще новострой. Ну, в принципе, в таком... Современненько. Нет, ну, современный, но такой стиль более-менее. Боже мой, я даже не верю, что мы гуляем по Киеву. Это круто. Да, вот такого доступа, кстати, не было. Я тоже обратила внимание. Я такие видела, когда мы были где-то в Америке или в Канаде. Вот такие вот. Там стояло много таких... Из умершего дерева, да? Не древних, естественно, доступ. Ну, вот вырезан интересно. Как женщин или мужчин. Ну, человек, по-моему. Да. А с этой стороны... О, рука, смотри. Ну, вот сейчас, сейчас вот вниз. Ну, вот вам такой... Даже, можно сказать, один секрет Киева. Интересно. А находится на Золотоворотской 6А. Вот такой вот интересный. Я думаю, откуда кофе пахнет? Ну, ладно. Так, кофейка уже хочется. Да, хочется. Да, но... Но хочется еще и в туалет на самом деле. Вот на... Нет, я не ругаю. Подожди, я еще не ругаю. Я не настолько сильно хочу. Наташа уже близко к этому. Ну, к сожалению, и до Киева, я считаю... Ну, это всегда было. Нет общественных туалетов. Вот, снова сравнение с Эмиратами. В Эмиратах, в принципе... Да даже вот плавники и... Ну, сейчас будем искать. Проблем нет. Там и космический туалет стоит, и... Котики. Все, чертки в стальке. Котики. И вон котик сидит. И вон котики. Играю. Котики играются. Котики такие котики. Киевские котики. Вот, киевские котики. Которых вы тоже можете сидеть на улице Золотого Родска. Два серых, один черный. А мы продолжаем идти, и... Нам нужен дворик. Нам нужен дворик. Мы еще не повернули на Рейтерскую. Но... Возможно, кто-то у вас догадывается, куда мы идем. Но в конце этого видео просто напишите, знали вы, не знали. Мы... На ушко хотя бы. Нет, я не скажу. Потому что куда мы два должны показать, да? Да, два места должны показать, куда мы идем. А интересно, мы сейчас в одном и в другом думаем, а потом мы сейчас как-то опять уйдем. Что ближе будет, ты покажешь. Ты пришла, мы не туда хотели. Ветер такой классный. У меня прическа вообще. Пышная. Ветер волосок. Пышная прическа. Можете волосы не быть, да? Зеленый киев. Кстати, а напротив такие чистенькие, отреставрированные дома. Слушайте, вообще просто. А, 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 а. А теперь покажи чистенькие, я посмотрю. А вот. Ты что, заброшенный дом? Или смотри, окна разве сейчас приблизим, непонятно. А ну, вверх видишь? Вверх, вверх, вверх. Вот, видишь? Да. Где мой палец? Да? Видят ли? Видишь? О, видишь, пардон. Что-то непонятно. Не, вот там наверху красиво сделано. Ну, здесь рядом что-то реставрируют. Что-то, наверное, там людей попросили уже, да? Наверное, люди уже переехали. У них уже все купили, они уже переехали. Мы уже купили три квартиры в Нью-Йорке. Так, ну, мы продолжаем идти. А видно уже этот смешной памятник? Казаку я его всегда. Но это вот пропорция вообще, я не могу понять. Да, вот еще один интересный памятник нам виден вблизи. Сейчас мы вам его покажем. Да, пропорция, он хорош. Ну, он как-то очень, ну, скупенький, да? Как это слово сказать? Ну, он как-то худенький. Ну, такой вот винный козак. Возьми в нем нет. Смотри, что за причёска? Возьми в нем нет. Да, что ты с причёской? Отличная путь. А вон дом какой, боже, у нас экскурсия по домам Киева получается. Ну, а почему нет? Знаете, это... Я не знаю, как это называется, но орнаменты и лица. Вверху и второй этаж. Там украшение идёт, цветочная верховница, как женщина, ну, чего не знаю. Человек опять же. Иди сюда, иди сюда. Иди. Сейчас пытаюсь увеличить. Ну, вот тут, кстати, административные здания, может, где-то СБУ, по-моему, где-то, вот не знаю. Ну, может быть, они не будут... Какой этот памятник, который... Ну, кордоник и чрезмерих всех поколений. За хрисникам, защитникам... Пордон. Защитникам границ. 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 От всех поколений. От всех поколений. Ну, вот как-то побольше нельзя было их избили. Ну, и помощнее какой-то. Казак такой у нас худенький. Хотя и так, спасибо. Так, мы поворачиваем. А сейчас меня сдует. Ну и хорошо. Это Золотовородская улица была. Да, вот, знаете, Золотовородская. И мы повернули налево. Тут много кафеш. Тут еще такая вот... Тут люкс. Тут погулять приятно. Есть где и пойти, есть где и поехать. Это адвокаты. Ага, адвокаты, нотариусы. Причем министерство института. Да, не просто куклы-муха. Так, спутерики везде стоят уже тоже. Года два назад такого не было, когда мы приезжали. Сейчас и я купила спутер в Севымиратах. На нем езжу на работу и здесь спутеры. А, кстати, много людей, ты знаешь, не просто для развлечения, не знаю. Ну да, тоже. Как передвижить. Портоз, что-то летит. Забираться. Наверное, забежда. А посмотри, какой дом в середине новый построен. Сейчас вот. Такая камера удобная. Раз и перевел. Да вообще. Я не знаю. Вот какой-то из этих двориков нам нужно зайти с вами. Будем искать вместе с вами, чтобы показать вам. Надеюсь, что мы найдем, и это очень круто будет. Заборы тоже написаны. Может, они уже закрыли? Не знаю. Знаете же, да. В старом Киеве застроили угла. С внешней стороны Сулгана заходишь во дворик, и тишина, красота. Все друг друга знают. Покойно. Конечно же, люди начали сейчас закрывать. Слушай, да. А дворики такие все закрыты. Наташа хитро хочет узнать код по затертости. А вот не знаю. Похож, да? Ну, может быть. Так, ну идем дальше. Так подумать, что сейчас уже куча кафешек здесь, и много людей здесь сидит, и каждый будет в этот дворик заходить. То зачем такое надо жителям дворика? Для животных, для собачек. Для котиков, это правильно. Очень много иностранцев сидит, или, по крайней мере, людей, которые разговаривают на английском языке. По-моему, это уже далеко-то. Да, надо разворачиваться. По-моему, Рейтерская-9. Или Рейтерская-9. Идем обратно. Так, ну, в общем, возвращаемся назад. Нам нужна Рейтерская-9. Вроде, посмотрим, да. И там, к сожалению, уже просто так не пройти. В дворик, в дворик. Не знаю, может, посмотрим, куда выйдет. Без дома. Ну вот, номер 11. Ага, нам нужен номер 9. Как раз проходили, оттуда дядечки вышли. Ох, интересно, если бы кто-то вышел бы и нас спустил бы туда. Да, кстати, нам нужен вот этот вот вход. Ага, тут открыто вообще. Да. Тихо, народ. Очень аккуратно. Тут уже все поменялось. Видите, какая стена. Стена-то не уже. Так, что-то здесь. Ого, здесь кафешка прям. Слушайте, здесь вообще все изменилось. Ну, я думаю, что они уже умные люди сделали, как местные достопримечательные. Ну, по крайней мере, клетки еще есть. Ага, ну вот, вот. С полернем вам, куда мы идем. Куда мы идем. Когда мы были первые, у нас вообще ничего. Вообще было все тихо, спокойно. А теперь умные люди решили сделать это место достопримечательностью. Ну, это правильно? Ну, вот, сейчас. Теперь будем вам показать. Здесь самые большие в Киеве вороны. Домашние вороны. Сделали уже доступ. Не знаю, есть ли они, но вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Крум, да, он был здесь, Крум, много лет назад. Да. Именно его звали Крум. А где остался? Остался один. А я застала троих. Посмотрим, удастся ли нам найти Крума. Может, посмотри, сделали это. Смотри. Тут клетка не такая. Вот, типа. Сейчас перевожу. Судя по этому, наверное, вот здесь. Ну, ворон сегодня огромный. Очень нам повезет, если мы его увидим. Мне кажется, он справился. Не, ну это, конечно, уже... Привет! Вот он, Крум, смотрите теперь. Спасибо, что прилетел, кстати. Потому что, действительно, теперь смотрите, какой он большой. Вообще красавица. Я даже не знаю, как вам показать, что он огромный. Просто посмотрите, люди. Вот люди. А вот Крум. Какой Крум большой. Привет, Крумчик. Привет. Ребят, спасибо, что подошел. Спасибо. Где-то, знаете, с Клювика до Крыла где-то метр. Ребята, я вот не вру. Где-то метр. Наташа рассказывает людям, что она видела двоих. Я видела троих. И они здесь вот живут. Люди построили им клетку. Я, честно, даже не знаю, как это произошло. Но вот такой, такой дост. Вот девочка говорит, что знает, что была девочка и два мальчика. И остался один Крумик. Теперь посмотрите, какой он. Крум, ты красавец. Посмотрите просто теперь по сравнению с Наташей, с ребятами, какой Крум большой. Вот такое. Классно на поездок, что он вышел, потому что жарко. Если бы он не вышел, то просто было бы обидно, что мы зря пришли. Боже, мы здесь лет 10 назад были. Вообще было тихо. Никто это место не знал. А сейчас это просто мега-мега-мега культовое место. Да, и голуби. Ой, голуби, боже мой, вороны. Простите. И остался только один Крум. Крум, привет. Привет, привет, Крум. Крум, привет, Крум. Крум. Ой, здравствуй. Здравствуй. Боже, какой ты красивый. Спасибо, что вышел. Нам очень приятно. Крум, привет. Боже мой, хочется его потрогать, но я очень боюсь, но не хочу его испугать, конечно. Мало ли там я что-то потрогала. И он заболеет, не дай бог. Просто вам покажу Крума. Сейчас будет такая возможность. Приходите, посмотрите. Конечно же, не испугайте его. Смотрите, какой он дружелюбный. Ему явно не хватает общения. Ну, просто уже остался один и без компании. Такой симпатичный. Крум, Крум, привет, Крум, привет. Вот мальчик какую-то историю Наташа рассказывает. Я надеюсь, что она вам перескажет потом. Вот такой он секрет Киева. Ворон Крум. Один из самых больших воронов в мире на Рейтерской 9. Крумчик. Хорошо тебе, прохладно, да? Ну, все, спасибо тебе, что вышел. Пойду посмотрю, что там ребята за историей рассказывают. Наташа вам расскажет, наверное. Все, давай, хорошего дня тебе. В общем, сейчас Наташа вам все расскажет. Молодой человек застеснялся и попросили. Надо было. Это да. Я расскажу, а молодой человек мне сижу мяток. Я буду кивать. Да, давайте. Я не буду с вас на вас. Это не моя история, это просто... Ну, понятно, легенды, легенды Киева. Ну, слушай, легенды Киева. Нет, так сам житель, который здесь живет, дядька, просто, он сказал, что вот, две истории. Даже так, если разобрать слово. Ворон, вор он. Воробей, воробей. Ну, если заморочиться, что это такой негласный атрибут воровской диаспоры, да, когда здесь была сходка. Якобы здесь была сходка, была какая-то квартира. Ого! И это было как место, ну, найдешь ворона, найдешь квартиру. А, ну, то есть, чтобы не палиться. Не палиться. Ну, интернетов не было. Дети, правда, нельзя было написать. Место такое-то время. Ну, я не знаю, насколько это правда, но я... Непаздная легенда Киева. Это рада. Люди любят историю. Люди любят историю. А вторая легенда? А, вторая легенда, ну, что семья. Завели, подарили уехать. И они потом уехали, я так понимаю, что и местные жители начали покармливать, ухаживать и сделали из этого достопримечательностей. Есть же еще на, по-моему, на Пушкинской или на Прорезной лифт, самый старый лифт Киева одноместный. Интересно. Крум, привет. Я слышал, что про него говорят. Я бы вам раз не рассказал историю, да? Синий фиолетовый какой-то. Ты знаешь, он прилетел сказать, ребята, все было не так, на самом деле, да? На самом деле, я вам расскажу, как все было. Да, смотри, на груди у него по-моему, это самое железное. Фиолет, фиолет. Да, он так красивый какой. Ну, типа, ты пахла. Ты пахла. Ой-ой-ой. Я не знаю, как кисточка натклила. Да. Ты пахла. Живи, дожди, пожалуйста. Ну, вот такие потрясающие истории, вот такой потрясающий Крум. Это еще не все. Мы покажем вам еще кое-что. Здравствуйте. Еще кое-что, что находится рядом, но это такое, не древнее, но очень интересное достопримечательность, которая безумно нравится мне. Наташи вам назидание еще. Если увидите Крума... Никаких конфеток, ничего не приносите. У него специальное питание, специальная еда, пожалуйста. Я читала, что даже вот один, по-моему, погиб именно, ну, не знаю, Толь, из-за того, что люди сосиски приносили, конфеты. Ну, то есть бросали все, что не попадя, а все-таки... Не зря в зоопарках говорят, нельзя кормить, а если кормить, то продают специальную еду, которую животные надо. Да, в общем, народ, пожалуйста, просто... Здесь его кормят, приходите, посмотрите, но вот не надо его... Это будет неприятно, к сожалению. Вот, кстати, недалеко от Крума, точнее, вот там же находится кафешечка. Здесь есть туалет, нам разрешили любезно им воспользоваться. Очень приятное кафе, приятные люди. Вообще, выйду-ка, посмотрю, как оно называется. Вот, вход только в маске. Выходим на улицу. И вот, как выглядит эта кафешечка. Да, каштан, называется каштан. В общем, кафе приятное, вон, крум рядом, и туалетом можно воспользоваться. Ура! Тут Наташа снимала, хотела вам рассказать про прекрасный туалет, но забыла кнопочку нажать. Да, я хочу сказать о том, что когда мы спросили, можно ли в туалет, воспользоваться туалетом ваше задение, нам парень сказал, нужно. Понимаете? Вот слово можно и нужно, две большие разницы. А потом была небольшая лекция о том, что мэр дал приказание. Если вам нужно в туалет, вы можете опроситься в любом кафе, в любом отеле. Но это было давно. Мы проверяли как-то с компанией, это лет 8-10 назад. Нас не пустили ни в кафе, ни это где-то. Они зашли 10 человек. Ну, мы были на почтовой, на контрактовой. Что же там это вот в подворотник справлять? Поэтому не всегда это работает. Но вы здесь заходите, проверяйте. Здесь вот в этом заведении каштан. Все нам было очень приятно. Наташа вот здесь вам хочет показать граффити. Ну, это вот киевские парадные, киевские дворы. На улице Шунгам будет стоять. Вот вход. Здесь такое большое арочное парадное. А дальше идет дворик. И в дворике уже тишина и покой. Это такая красота. Все, идем, выходим. Сейчас покажем адрес, да? Вот что это такое на стене? Это как пули, но это... Да, вот похож на блик. Ну, как-то непонятно, да? Гнездо. Ласточкино гнездо. Вот, видите, каштан. Да, и вот здесь каштан. Кстати, можно как в зеркало посмотреть. Кстати, умно, как сделали. Это Рейтерская 9. Вот, и вход, пожалуйста. Да, и вот вход. Вроде двери есть, да. И заходите. Никакого кода не нужно. А мы направляемся с вами дальше. Помните, мы пришли как раз оттуда. С Золотовородской мы завернули влево. И буквально 50 метров. И будет этот адрес Рейтерская 9. Но сейчас мы идем совершенно другой, другой секрет Киева смотреть. Так, Наташа помнит, где он находится. Потому что, когда вот у нас кнопочка не включилась, это по графически идиот. Не включилась кретинизм. Кнопочка, я вообще пошла в другую сторону. Она говорит, там нет, скажи, ты куда-то идешь-то. Я говорю, ну как же мы идем туда? Слушай, ты правильно шла? Сейчас переходим, пускай проедут или нет? Ну, все, люди не пропускают. Давай, мы пойдем вот за молодым человеком пристроимся. Там, куда ты шла, где что-то находится. Но тоже есть выход, скорее всего. Не-не-не, да не про выход, я тебе хочу сказать. Там тоже есть такое творение. Творение, причем классное. Только я не помню, куда. Вот сюда мы шли. Здесь золотовородская. Вот памятник. А сейчас мы идем. Вот памятник. Вот он. Видно уже? Уже видно, кто это? Вот возле него стоят люди. Это такой... Ой, там уже табличку сделали. Уже сейчас посмотрели. Наконец-то сделали табличку. Помню, в прошлом году мы как-то поднимались. Долговато, более жарко. В прошлом году. В позапрошлом, да? Вот, знаете, кто это? Ёжик, лошадка. Скоросы ведут и говорят, девушка, таких памятников было несколько. И вот это уже неприятно. Я, наверное... Вот туда надо пойти. И вот там, с левой стороны... Там будет еще один ежик? Нет, там было что-то другое. То ли лошадь, то ли что. А мы вот нашли вам ежика в тумане. Вот такой памятник есть. А что ты на меня показываешь? Наверное, сейчас вот. Ну, ее будет экскурсия, и все. Экскурсия. Затем подойти, показать вам ежика. А теперь дружно все. Ёжик! Лошадка! А я не помню... А лошадка где-то была рядом, да, ребят? Ее снесли вам дало. Да вы что? Снесли вам дало лошадку. О, боже мой, люди рассказывают. Как обидно. Лошадку снесли. Вот. Ёжик симпатичный, с копеечкой. Давайте посмотрим. Ага, здесь про пейзажную аллею. Про что-то вот такое вот. Про котиков на пейзажной аллее. Нет, здесь не про ежика, кстати. Так, смотри, киевская ландшафтная инициатива ци зрубила. Даже он сайт есть их. Да ты что? Там про пейзажную аллею, там не про это. Но зато можно стать и насладиться ежиком. А он, кстати... Ой, аккуратно. Ёжик! Наташка! Кстати, его аккуратно, он как это. Лучше не трогать. Вы же поняли, что он из гвоздиков. Да, это шурупы. Это не гвозди, это шурупы. Надо отличать шуруп от гвозди. Ну, простите, но такой он колючий, прекрасный ёжик. Который мы тоже очень рекомендуем посещению, потому что это он такой... Можно я с ней фотографируйся? Нет, нет. Она мне сильно понравилась. Ну да, шо? Ну нельзя, прошу прощения, ну нельзя. Не сегодня, в другой раз. Я не готова. В другой раз. Простите нас, пожалуйста. Я не готова. Ничего страшного. Дай бог среди, только не хватит. Боже, как приятно. Всего вам здоровья. И все, там охота. Спасибо, до свидания. Маленькая, моя техника. Я сразумеваю. Вот так выглядишь, вот так хорошо. Спасибо большое. Спасибо, и вам того же желаю. И этого дня хорошего настроения. И вам хорошего настроения. Вот. У меня ближе, так сказать. Нет, мне очень приятно. Поклонник Наташи уже. До свидания. Хотел фотографироваться, ну вот. Боже, я такие гарни слова сказал. Да, он очень вежливо потом ответил на наш отказ. Тоже очень вежливо. Никаких матюков. Вообще, очень приятно вообще. На самом деле, хоть мужик и пьет, он такой красивый мужик. Такие глаза. Да. Это вообще. Приятно и вежливо. А вы слышали, что она сказала? Ну, я так снял тебе быть такой же красивой всегда, да? Ну, так я сняла, ну, посмотрим, что получилось. Выпить вместе с ним. Ну, вы поняли, не надо дёгать, потому что там эти шурупы вставлены в сетку, и они всё-таки... Монетку кто-то... Нет, вот этого я не хочу. Не надо. Вот это заложат монетками, это будет уже не то. Это будет уже не то. Вот это фантазик. Так вы монетки хватит, да. Народ, как вам сегодняшние секреты Киева? Ворон, ёжик. Ну, это круто. Пантюша. Пантюша был в прошлой серии. Пантюша в прошлой серии. На золотых воронах. А, извините. Вообще, очень здорово. Мы очень рады быть с ней. А ты слышала, что ребята сказали, извините, про лошадку? Но я постоянно очень... Но вандалы её, оказывается, завандалились, сволочи. А за это слово можно говорить, да? Или опять нельзя? Ну, вырежьте, пожалуйста. Нехорошие люди, очень нехорошие, это лошадку это. Но мне кажется, там не лошадка была. Кто-то ещё был. Или Баба-Яга, или кто-то. А давай пройдёмся, посмотрим. Мы пройдёмся и посмотрим сейчас. И пока у вас есть время поставить лайк. Вот у меня есть топографические или нет? Ну, Наташа хочет всё-таки иметь. Котомочка, я не помню, чтоб котомочка была. Котомочка. Ну, идём пускать. Идём искать лошадку. Всё, идём. Кого-то да найдём. Да, всё, переворачивай. Всё. Дякую. Вот. Мужчина сказал, целую твои ладони. Целую твои ладошки. Боже мой. Вот такой вот. Наташа фанат уже появился. Ну, так вот. Вот туда. Смотри, создавала канал я как бы, а фанат и у Наташи. Вот так вот такие вот дела. Можно пользоваться макияжем. У меня аллерген на любые виды макияжа. Я аллерген. Покажи, какие балкончики. Ну, всё, всё, всё. Показываю балкон. Это хоть и новое здание, по-моему. Так, балкончики. Дай приближу тогда балкончики. Это новое. Ага. Красиво, боже. Боже мой, красиво. Европейский город. Это приятно. Мы к Софии пришли. Вот как я нахожусь. Да, мы пришли к Софии. Но это будет уже совсем другое видео, конечно. А мы сейчас попробуем найти. Наташа говорит, или бабу Ягу, или лошадку. Что-то здесь стояло. Ну, давайте теперь посмотрим, что у Наташи. Я и есть. С памятью. Возможно, там что-то и есть. Наташа же здесь работала когда-то на Львовке. И здесь мы выпили много вина. После работы, конечно же. Боже, это ж столько было сил, да? Ну, после работы. Как молодой вы были, Наташа. Общаться, сидеть, время. Мать, маму, и спать. Но это правильно. Ну, всё, зашли, это и такое уже прохладное. Да, прохлада и ветер просто дует очень сильно. Это Георгиевский переулок. Ага. Георгиевский переулок. Второй сетей. Солончик. Вот стена эта, да? Покажи ты стены. Стена Софии. Так, а вот там что-то как раз напротив воронов какой-то ремонт шел. Дерчало шел. Да, 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 но там в середине в одно раз. А пройдем мы... А это другое, по-моему, это другое дренчало. Да, ну, по крайней мере, если что, просто прогуляемся. Сейчас пока выключу, чтобы нашим подписчикам не дренчало. Идем дальше. Вот, прошли мы все-таки возле дренчалки, когда тут все ломают и крушат. Наша, говорит, это поликлиника, да, это была? Мне кажется, поликлиника. Вот какая красота, смотрите. А знаете, вообще, что мне напомнило? Белый храм в Таиланде. Я прошу прощения. А почему? Не знаю. Похоже вообще дико. Ой, какая красота. Смотрите, сейчас вам увеличу. Слушай, ты обратите внимание, это как-то церковь, а лица, посмотри. Это лица, по-моему, вон, два лица. Извините, какие-то античные, или посейдоны, или вот, ну, в этом следе. Боже какой ветер, у меня камера уступает, я уже руками придерживаю. Это ворота, одни из ворот. Шли, шли, мы бы сюда и не пришли бы, в принципе, да? Да, видите, уже все-таки кое-что мы нашли. Посмотрим. Вон, мужчина стоит там, это, и уже читает в интернете, что это. Ну, мы, наверное, подпишем, может быть. Может быть, не обещаем, но... Да. Идемте дальше. Интернет, хоть он и есть. Такой Киев интересный открывается нам, киевлянам, все более с интересной стороны. Ну, может, и была, но не обращала на это внимания. Все, идем дальше, прямо. Подошли мы уже к концу улицы. Ну что, народ, направо пойдешь, не знаю, что найдешь. Налево пойдешь, тоже не знаю, что Наташа. Наташа рекомендует идти направо, ну что ж. Главное, не в обход. Ну, снова солнышко вышло, жарковато в обход идти. К тому же мы ищем сейчас какой-то интересный дождь, и мы еще не знаем, какой. Вообще, самое интересное, что может вообще случиться. Это улица Стрелецкая. Да, улица Стрелецкая, вот 7-6 мы прошли. Что-то мы ищем, что же это, что это, что это. Дальше там были... Вон, по левой стороне. Ой, там в середине такая стройка, принадлежно. С ума сойти. А мы не на Житомирскую или... Ну, сейчас посмотрим. Ну, куда-то мы выйдем. Главное, чтобы мы нашли... Внутренний компас. То, что... То, зачем идем. А зачем мы идем, я даже вот не предполагаю. Я знала про воронов, знала про ежика. Но это все хотели вам показать. Мужик, мы успеем. Гости к Богу не бывает опозданий. Зачем ты так? Так, по левой стороне еще записывается. Так, по левой стороне. Ну, это же не то, что ты хотела показать нашим подписчикам, я надеюсь. Может и нет уже. Ну, что-то флаги... Что-то здесь должно быть. Финлянд? Что, Финляндия? Это же флаг Финляндии. Флаг Финляндии? Флаг Финляндии? Конечно. У них и форма всегда бело-голубая. Да. А вон флаг. Корея. Корея или Япония, подожди. Нет, у Японии это, белый и красный. Ну, корея, значит. Мы с вечеринцем стояли. Люди в посольство стоят. Видимо, домой хотят уехать. Ну, так прикольно. Один вышел, второй зашел. Ага. Ну, так все просто. И хорошо, что там тень, так бы под солнцем стояли бы. Я помню, когда в венгерское посольство мы стояли, тоже там. Уже я два раза стояла в американское, и то мне на время была. А потом, слава богу, все это закончилось, и перестали мы стоять. Так, Наташа говорит, надо повернуть. Давай аккуратно поворачивай. Давай, если я несу за руку, конечно. Идем быстрее, потому что... Слушай, машины несутся просто вообще. А ну, подожди, что-то вижу, вижу, вижу. Смотрите. А как это так? Не знаю. Падает. Вот и там, кстати, я заметила, когда мы переходили, на доме напротив. Смотрите, как красиво. Ага. Это как у Орхо, да? Но тут нет детских лиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь лиц. Восемь. Ну, из-за деревьев не все видно, но красиво, красиво. Ага, вот такой Киев интересный. Ну, продолжаем идти дальше. Смотри под... Я не знаю, как это, но... Да, я тут... Смотри под... Иду с телефоном, но она же говорит, смотри, под ноги, но это сложновато, если честно. Так. Так, куда мы плывали? Подожди, какая-то вывеска, может, нам что скажет? QR-код, где вы находитесь? Балерина. Балерина Киевская, она разбилась. А, зараза. Вот ее! Вот, Наташа, что хотела вам показать? Нет, 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 прошу. Таки да, нажали взынку, балерина. А я к целу нахру сбылась, я не понимаю, упала, что ли? То есть надо денежки собрать. Она здесь стояла. Понятно. Вот ее... Идем. Ее нет, значит, что-то есть. Если Наташа чувствует, что куда-то мы идем, мы куда-то идем. Ну, тогда просто идем прямо пока. Так, а вот мы шли-шли, вышли на улицу Олаяся Гончара. Вот это вот замечательный мультик. Здесь кафешечка, да, и герой мультика, когда волк. Да. Много галита написано. Классный мультик, да, Наташа? Ха-ха-ха. Да. Шо, знову, да? Шо, опять? Шо, нет, шо, опять? Ага. Да, ага, такой кафе. Пицца. Стэ, спицца, ага, симпатично. Вот таких героев мы... Придем сейчас по Гончара, посмотрим. Да, вернемся параллельно и тоже будем много всего смотреть, показывать, но, наверное, уже в других видео. Так. Наташа, мы куда идем? Прямо? А, ты все снимаешь? Прямо круг идем. Такая снима. В общем, переходим и идем дальше. Ну, народ, вот мы идем уже, выходим на Львовскую. Наташа считает, что, в принципе, может, или лошадка была, или... Лошадка была, да. Она была на... Не на Гончара была, по-моему. Или вандалы сбили тоже что-то. Не-не-не, так ребята же сказали, что... Ну, так, может, и не лошадку, а там такую, как балерину, хотела посадить. Ну, вот, Наташа, не помню, что там было, говорит. Не помню. В общем, какая-то классная такая вот часть искусства. Это уже Баба Яга была. Слушай, может, я помню. Ну, ты, наверное, помнила Баба Яга и лошадка. Это разные вещи. Ух ты! Молодец, Кирвану. А сейчас... Промышленная палата. А вот это что? А это церковь. Ее давно поспал. Ага. Купола очень красивые. Посмотри, кстати, они необычные. А сейчас я приближу. Они необычные. Очень такого цвета. Зеленый, синий. И такой... Не золотой, а такой тускло-золотой. Я бы не сказала его, что золотой. Очень красиво. Давай в оттенках золота разберемся. Необычная такая церковь. Ну вот, а мы выходим на Любовскую площадь и... На которую Наташа проработала. Вот так вот. Поставьте лайк за это обязательно. Сейчас мы покажем здание, в котором Наташа проработала. На 23 этаже. Сначала на 22 этаже. Потом меня повысили до 23. Ну это серьезное повышение, конечно. Да. Я считаю. Сейчас вам все покажем. И... Чтобы подписаться в очередной раз, да? Да, обязательно. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Рассказывайте про свои города. Показывайте города. Приезжайте в Киев. Наслаждайтесь Киевом. Ах, ветер какой-то будет. Взлетаем. Так, это мы уже выходим на Любовскую площадь, да? Да, вот прям вот. Господи. Что, вот крест такой? Будем крест показывать? Крест? Ну вот... Они, наверное, хотели нам денег не потратить, но они давно построены, аккуратно. Давайте перебежим, мам, покажем вот этот крест. Куда-то Накаша меня тянет. Господи. Я не бросаю. Все. Вот крест. Видимо, денег не хватило. Что-то я не понял, что это. Они так давно, они лет 15 или больше. Что-то на пожертвование нашли. А, я думала, может, какой-то там... Видишь, они построили вот эту вот каплоечку и все. Наверное, лезь с землей не так оборисишь. А вот это, обрати внимание, какое здесь старинное здание было. Оно так долго, трехэтажное, стояло. Я просто держу камеру, она даже держит меня. Вот-вот-вот. Не-не-не-не. А, так. Я, кстати, на это обращала. А тебе внимание? Как это называется? А, ты же не знаю, что это там. Это не график, а как-то сприт-арт или как-то? Наверное, сприт-арт и змея, и какой-то вот такой ястреб, который ее держит. А вот это вот на месте, в котором сейчас, видите, стояло, трехэтажное, наверное, здание. Старинное, но так долго его не могли сместить, скажем так. Ну, видите, уже все прошло. Я не скажу, что плохо. Хорошо, если честно. А мы направляемся на Львов. А дальше мы потом пейзажную лею когда-нибудь смотрим. Да, обязательно. Покажи, что пейзажная лея. Вот мы стоим на Львовской площади. Покажи, давайте. Я буду снимать и показываю. Ну, посмотрите, направо это Львовская площадь. А здесь вот, если пройдете вот здесь работники-строители, то это начинается пейзажная лея. Ох, да. Покажем обязательно. Сейчас пока мы идем на Львовскую площадь. Ну вот мы пришли на Львовскую площадь. Вот как она, в принципе, выглядит. Конечно, уже так современно, да, Наташ? Раньше этого всего Новуса Евы не было. Там был какой-то кинотеатр. Я уже забыла. А кто знает, как он назывался, пишите. Ну вот такая вот, смотрите, Львовская площадь. Что за монстр такой стоит? Он по жизни здесь. Я не знаю, его строили то ли для Института Карпенко-Карова, который рядом... Небольшой парчочек. Здесь и кафешка, где играет музыка, поэтому ближе не подойдем. Вот дом художника. Давай, так, дом художника. Да, там и концертный зал. А где же ты работала-то? А, вот, в этом здании. Ага, что это за здание? Это здание строилось для Министерства торговли Советского Союза, по-моему, еще, да, наверняка. И здесь вот это вот, где МОПС, это дом торговли. Это все было здание дома торговли. Сейчас это налоговое, нас оттуда вывезли. В 2004 году мы переехали в другое здание. И у меня был шикарный вид на эту сторону. То есть весь центральный Киев был виден. Все приходили и смотрели. Да, можно мы посмотрим? Мы такие уже, наверное, хотели брать по пятерочке, по пять копеек. Шутили так. Такое мы сегодня показали вам Киев. Ностальгия. Друзья, мы надеемся, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Нам будет очень приятно. Не забывайте про нас, смотрите нас. Все. Спасибо вам. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok